Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня Невская сельская библиотека представляет вам онлайн-мероприятие, посвященное юбилею писателя Абу Сарсимбаева, патриарху национальной литературы. Народный писатель Казахстана, крупный мастер художественного слова, патриарх национальной литературы Абу Сарсимбаев родился 15 октября 1905 года в селе Жаножол, бывшего Денгизского района Отравской области в семье рыбака. Годы эти были тяжелыми. Совсем мальчишкой Абу вынужден был помогать матери, работающей на рыбных промыслах. Детей после смерти отца и старшего брата осталось пятеро. С юных лет он приобщался к переменам, происходящим на родной земле. Вместе с простыми тружениками села принимал активное участие в строительстве новой жизни. Позже писатель расскажет о том времени, о своем детстве в романе «Рожденные на волнах». Писать стихи Абу Сарсимбаев начал рано, но грамоте обучился поздно, на 30-м году жизни. Учился в Астраханской севпарти-школе, в Алматинском комвозе, работал в редакции газеты «Железнодорожников». С этой поры его трудовая деятельность тесно переплеталась плодотворной литературной работой. В 30-е годы Сарсимбаев работает литературным сотрудником республиканской газеты «Имбекши Казах», редактором газеты «Турсив», которую сам и основал. С 1936 по 1942 года Абу Сарсимбаев возглавляет казахское государственное объединенное издательство. К этому времени он уже обратил на себя внимание взыскательной читательской публики, сборниками «Волжские волны», «Дар», «Сердце», «Клятва», посвященными жизненным устремлениям современников. На Великую Отечественную войну он уходит добровольцем и находится в рядах армии вплоть до 1946 года. С полей военных сражений Абу Сарсимбаев возвращается со знаменитым сборником «Белое облако». Этот сборник стал символом его чистой светлой поэзии. В 1947-1953 годах Абу Сарсимбаев работает директором казахского учебного педагогического издательства. Его учебники «Родной язык», «Хрестоматия по литературе» и «Книга для чтения» превращаются в подлинные настольные книги для учащейся молодежи. Послевоенное творчество Ассо Сарсимбаева «Офицеры» посвящено героическим будням соотечественников. В книгах записки офицера, монолог офицера, по следам героев, писатель с большим мастерством и проникновенностью передает внутренний мир защитников Родины, добиваясь исключительной правдивости художественного изображения. Абу Сарсимбаев получил широкую известность и как крупнейший мастер художественной прозы и драматургии, заботливый наставник молодой литературной поросли. Ни одно поколение ценителей литературы зачитывались его романами, рожденные на волнах, морские напевы, нашли путь к сердцу зрителей его пьесы «Поединок» и «Морская любовь», поставленные на сценах республиканских театров. Венцом его многолетней литературной деятельности явилось пятитомное издание избранных сочинений, по праву вошедших в Золотой фонд казахской литературы. Многоопытный, мудрый мастер щедро делился своими знаниями и наблюдениями в замечательных книгах «На стыке веков» и «Святая любовь», в которых отражается вся сложность современной жизни. Но о чем бы ни писал Абу Сарсимбаев, во всех его произведениях звучит огромная любовь к родине, к жизни и к природе, к человеку. Я землянин, счастливейший родины сын, это впитано с детства и жизнью привито, я таким и пребуду вовек, досидим, и заботам земным мое сердце открыто. Произведения Абу Сарсимбаева переведены на русский, украинский, эстонский, таджикский, туркменский, болгарский, и ряд других языков народов мира. Значителен вклад Абу Сарсимбаева в литературу как переводчика. Им талантливо переведены на казахский язык творения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Петефи, Фаиз, Ахат, Фаиза. Многогранная литературная и общественная деятельность Абу Сарсимбаева была высоко оценена родиной. Среди семей орденов и многочисленных медалей, украсивших его грудь, сверкает орден Парасат независимого Казахстана. В 1996 году Абу Сарсимбаеву присвоено почетное звание Народный писатель Казахстана. Счастливейший, по его утверждению, сын своей земли вел к счастью и всех, с кем сводила его жизнь, и поэтому никогда не иссякнет в небо любовь, и вечной будет светлая память земляков. Спасибо за внимание!